65-минутный отчет губернатора о работе правительства в 2022 году депутаты приняли большинством голосов. На заседании Законодательного собрания Денис Паслер озвучил достигнутые показатели в различных сферах. Область вошла в тройку лидеров по ФОО и в десятку лучших регионов России по исполнению национальных проектов. В прошлом году по проекту формирования комфортной городской среды в Оренбурге благоустроено 38 территорий, в этом году в плане еще 19. Давая оценку отчету, руководитель фракции «Справедливая Россия» Патриоты за правду Оксана Набачикова обратила внимание на еще нерешенные проблемы. Даем налогов в бюджет федеральный колоссальное количество. Мы занимаем первое место в Приволжском облике и при этом по доходам населения предпоследнее место. Поэтому это наиболее такая острая проблема, что люди получают низкие доходы. Естественно, они отсюда уезжают. Вторая проблема – это комфортная наша среда. Мы обратили внимание на ситуацию в городе, потому что город находится в ужасном состоянии. И эта ситуация на самом деле не только областной центр, по большому счету это, конечно, и территория муниципалитета. Свои акценты расставил и руководитель фракции ЛДПР в областном парламенте Максим Щепинов. В регионе много делается для поддержки СВО, но в то же время объем средств на эти цели должен быть увеличен кратно. Среди отрицательных показателей он также назвал снижение численности населения в регионе. Действительно есть положительный момент, и перед этим мы смотрели исполнение бюджета 2022 года. Слушайте, увеличение доходов плюс 25 миллиардов, ну действительно это так. Нам показывают красивые цифры увеличения бюджета, увеличение финансирования, в том числе социальных вопросов. Это так, это так и есть. Но, к сожалению, в течение трех лет сокращение Оренбургской области более чем на 100 тысяч человек. И это оценка деятельности не только правительству, но и всему депутатскому корпусу. Поэтому мы проголосовали против. Светлана Семенида, Владимир Жидов.